Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Сноя, Вадя Раскетч, и, короче, сегодня мы будем играть в Доки Доки Литературный Клуб. Ну, короче, я когда-то в эту игру играл, давно-давно, но сейчас я уже ничего не помню, почти. И вообще, я её не полностью прошёл, и ещё я болею, короче, и сорян, что я буду читать, как... короче, плохо буду читать, потому что я никогда, короче, не читал. Ну, вы догадываетесь, вот почему я это говорю, потому что это визуальная новелла, тут всё по текстам постоянно. Ну, короче, давайте начнём загрузить игру, вот, тут я уже начал, ну, немного так, просто сразу начал и сохранил сразу, давайте. А, блин, точняк, я ж ещё... я тут, это, короче, музыку выключил, чтобы, типа, не мешать говорить мне, комментировать. Так, сейчас, блин, главное меню. Ща, ща минутку, подождите. Так, громкость музыки. Во, всё. Прекрасно. Загружаем игру. Среда. Ой, среда. Ну, да, это... ща просто сегодня среда, вот я и говорю просто. Кхе-кхе. Типа, типа, эй, чё там, чё, эй, да, давай бабло, типа, всё такое. Вдалеке я увидел шумную девушку, она бежала по направлению ко мне, размахивая руками, в воздухе так, будто ей плевать на то, что излишнее внимание, которое она привлекает, к себе привлекает. Да. Я, я предупредил, что я плохо буду читать, я просто не привык. Это девушка с Айори, моя соседка и хорошая подруга де... Блин, у меня вебка нормально работает. Хорошая подруга детства. Ну, знаете, такие друзья, с которыми вы толком и не видитесь, но они остаются таковыми просто потому, что вы знаете друг друга слишком долго. В такие дни, как этот, мы раньше ходили в школу вместе, но начиная со старшей школы, она начала всё чаще-чаще просыпать. В конце концов, я просто устал постоянно ждать её. Но если она так и будет бегать за мной, как сейчас, то будет... Блин, не, капец, это слишком громко, я не могу читать. Во, вот так хотя бы. То будет лучше просто убежать подальше. В итоге я просто вздохнул и стал напротив перехода, чтобы дав Сайори догнать меня. Ну, я дословно не буду так читать прямо, чтобы попроще было. На это я даже не знаю, как читать, просто типа ха-ха, вот это вот типа... А, нет, это не смех, это типа то, что она устала, я хрен его знает, если честно. Ну, она, короче, не в лучшем состоянии, я не знаю, как это читать, поэтому проигнори просто. Я опять проспала, но я догнала тебя в этот раз. Возможно, но только потому, что я решил остановиться и подождать тебя. Да, кстати, я еще за кадром, вот, сделал себе имя Вадим, чтобы для... так, для реализма. Кто не понял по названию моего канала, меня зовут Вадим, по сути, мое настоящее имя. Вадя Скетч, ну, вы должны понять это. Эээ, ты сказал это так, словно хотел проигнорировать меня. Это грубо, Вадим. Что ж, если люди будут таращиться на тебя из-за того, что ты странно себя ведешь, тогда я не хочу, чтобы они подумали, что мы пара или что-то вроде того. Ладно, ладно, но все-таки ты меня подождал. Я думаю, что ты не сможешь быть букой, даже если захочешь. Как скажешь, Сайори. Хе-хе. Мы вместе перешли дорогу и продолжили свой путь к школе. По мере приближения улицы все больше... А, по мере приближения улицы все больше заполняются другими учениками, совершавшими свой повседневный поход на учебу. Кстати, Вадим, ты уже решил, в какой клуб вступишь? Клуб? Я уже говорил тебе, я не заинтересован во вступлении в клубы. Даже не искал еще. А, это неправда. Да, кстати, не обращайте внимания, что у меня тут вот эти вот цифры, я просто хочу... Вот мне нужно вот узнать, вот, работа с записи вообще, и сколько у меня FPS там. Ну, в принципе, для визуальной новеллы 15 FPS это вообще немного, по сути. Ну, точнее, нормально, так сказать. Ты сказал мне, что вступишь в клуб в этом году. Ра... Р... А, блин, разве? Возможно, я и правда мог это сказать в одном из множеств наших разговоров, где я пренебрежительно соглашался со всем, что она говорила. Сайори любит слишком много беспокоиться за меня, в то время, когда я полностью удовлетворен тем, что прожигаю свое свободное время, сидя за играми и аниме. Слушай, вот это вот... Вот это вот просто жиза, братан. Вот я тебе отвечаю. Я так же живу, не волнуйся, и ты не один такой. Ага. Я говорил о том, как я волнуюсь из-за того, что ты не научишься общению в коллективе и не приобретешь никаких умений перед колледжем. Твое счастье очень важно для меня, знаешь ли? И я знаю, что ты всем доволен на данный момент, но мне хочется умереть от мысли, что ты станешь хик... Чем? Хиканом? Я не понял, это что, типа это японский язык или что? Что-то это такое, что это за слово хикан? Хиканом в ближайшие пару лет, потому что совершенно не живешь реальной жизнью. Ты ведь мне доверяешь, так? Не заставляй меня волноваться за тебя. Ладно, ладно. Я посмотрю пару клубов, если это тебя обрадует. Хоть ничего и не обещаю. Но ты можешь, по крайней мере, обещать мне, что хоть немного постараешься? Да, думаю, это я могу пообещать. Ей, типа, ей, ура, типа, юху, круто. Ей, бой, эшкерри, ёб, эшкерри. И почему я позволил себя отчитывать такой обеспеченной девчонке? Более того, я поражен, что вообще слушаю ее. Но все-таки, глядя на то, как сильно она за меня переживает, так или иначе захочется ей помочь, даже если она переувеличивает. Угу, все, мы в классе, типа. Этот день в школе был таким же обычным, как и всегда, и закончился прежде он, чем я опомнился. Понятно, двоечник ты, окуянный, блядь. Ой, извините. Заснул, короче, на уроке. После того, как я упаковался и вещи, я уставился в стену, пытаясь найти хоть каплю мотивации. Клубы. Сайори хотел, чтобы я рассмотрел варианты клубов. Похоже, у меня нет выбора, кроме, как начать с аниме-клуба. О, Бартан, я уважаю твой выбор просто. Аниме на Ави, здоровья, маме. П-привет. Сайори? Сайори, должно быть, зашла в класс, пока я витал в облаках. Я оглянулся и понял, что я остался в классе один. Я думала, что поймаю тебя, когда ты будешь выходить из класса, но увидела, как ты сидишь тут и просто витаешь в облаках. Поэтому и зашла. Честно говоря, ты иногда даже хуже меня. Я впечатлена. Тебе не нужно мне ждать, если из-за этого ты опоздаешь на свой клуб. Ну, я посчитал, что тебе нужен некий стимул, поэтому я подумала, ну, знаешь... Знаешь что? Ну, что ты смог бы вступить в мой клуб? Сайори. Да. Он по-любому сейчас откажется, потому что... Не все захотят, знаете ли, заниматься литературой, мне кажется. Ни при каком раскладе я не вступлю в твой клуб. Э, злюк. Ой, какая у нее... Какая рожа у нее. То ли милая, то ли... То ли рачная, я не понимаю. Сайори вице-президент... Президент литературного клуба. Не то, что я знал, что она интересуется литературой. На самом деле, я на 99% уверен, что она сделала это только потому, что считала, что будет весело помочь основывать... Основать литературный клуб. Ну, я как бы точно так же считаю. А поскольку она была первой, кто заинтересовался клубом, после основателя она и получила титул вице-президент. Не говоря уже о том, что мой интерес к литературе еще меньше. Ага, я пойду в аниме-клуб. Пожалуйста, пойдем. А почему это тебя так вообще волнует? Ну, я вроде как сказала вчера в клубе, что приведу нового участника. И нацуки спекла кексики и все такое. Ааа, нет, я не буду это, короче, читать. Ну, нахер эти междометия. Не, давай, не давай обещаний, которые не можешь сдержать. Не могу сказать, действительно ли Сайори настолько ветрено, или она планировала это с самого начала. Я испустил длинный вдох. Хорошо, я загляну ради кексов, ладно? Да, пошли. Итак, си... О, ни хрена. Я помню эту фразу, короче. Это такая мемная, прикольная фраза. Итак, сегодня знаменуется день, когда я продал свою душу за кексы. Я удрученно следовал за Сайори по лестнице в части школы, которую я редко посещал, используя мою в основном третьегодками и для мероприятий. Сайори полной энергии распахнула дверь комнаты. Эй, все, новобранец пришел. Я же говорил тебе, не называй меня новобранец. Братан, беги, беги быстро, беги. Это японский военкомат, тебя забирают в армию. Беги отсюда, беги быстрее, беги быстрее. Это японский военкомат, тебя в армию забирает. Хм, я оглядел комнату. Девушка один, что? В смысле? Я думал, у вас имя есть, а у вас, оказывается... У вас номера есть, оказывается. Девушка один. Сейчас придет девушка два и девушка три, да? Добро пожаловать в литературный клуб. Рада с тобой встретиться. Сайори всегда хорошо отзывалась о тебе. Ой, я же говорил девушка два. Серьезно, ты привела парня? Это убьет всю атмосферу. Ох, Вадим, что за приятный сюрприз. Вот, девушка три пришла, да? Ой, добро пожаловать в клуб. В такой ситуации я потерял дар речи. Этот клуб полон невероятно миленьких девушек. Ну, блин, я бы на его месте тоже вот ради этого всего вступил в клуб. Я серьезно говорю. На что уставился? Если хочешь сказать что-то, скажи. П-п-простите. Нацуки. No comments. Я-я не знаю, что это такое. Я не знаю. Хм... Это там, не знаю, ну... Ну, не знаю. Лицо, физиономия там, или... Ну... Рожа, морда, не знаю. Но вот что за мина? Что за... Что это такое? Что за мина? Девушка с кислой миной. Что имя, судя по всему, Нацуки. Единственное, кого я не заметил. Как это читается? Нацуки или Нацуки? Я до сих пор не знаю. Судя по ее маленькой фигуре, она, скорее всего, первогодка. Также она, по словам Сайори, та, кто сделала кексы. Мож... А... Мож просто игнорировать ее, когда она... Начинает капризничать. Сайори сказал, это тихо мне на ухо, затем повернуть с другим девушкам. А я это сказал на всю комнату. Типа, мне надо было как в АСМР это все, типа... Типа... Эм... Блин. А, я заполучаю, короче, она сказала. Короче, похрен, типа, вот таким вот голосом, короче. Такое слово, короче. Ну, посрать, в общем-то. Итак, эта Нацуки всегда полна энергии. А эта Юри, она умнейшая в клубе. Не надо так говорить. Похоже, наиболее взрослой и робкой среди всех Юри приходится тяжело с кем-то вроде Нацуки. Ну как, у них разница в возрасте такая небольшая. Еще стоит сказать про их возраст. Они... Как бы... Раз уж они в старшей школе, им почти 18. Хотя, по... По внешности Сайори и Нацуки это вообще не скажешь. Вот... Вот... Монике и Юри это вот нормально, вот. Еще можно сказать то, что им 18, а вот им вот это вот... Кажется то, что им... Почти как мне, почти как мне. Мне есть еще 15 лет. Эх, что ж, приятно познакомиться с вами... О, блин, я вжился в роли этих девок, короче. Эх, что ж, приятно познакомиться с вами обеими. И похоже, ты уже знаком с Моникой, так? Верно? Приятно увидеть тебя снова, Вадим. Снова? А они что, типа главные герои с Моникой были знакомы? Я не помню просто. Моника приветливо улыбается. Мы действительно друг друга знаем, мы редко разговаривали, но в прошлом году мы были в одном классе. А-а-а, все, понял, да, понятно, все, все, понял, принял, отработал. Умная, красивая, спортивная Моника была, пожалуй, самой популярной девушкой в классе. В общем, абсолютно не мой уровень. Поэтому ее искренняя улыбка заставляет мне чувствовать себя немного... Тебя тоже, Моника? А хрена ли ты не договариваешь? Я хочу узнать, что там у тебя... Что там у тебя в башке, какие у тебя тараканы. Э-э-э, приходи, присаживайся, Вадим, мы освободили для тебя место за столом. Поэтому можешь сесть рядом со мной или Моникой. Я принесу кексики. Эй, я их сделала, я и принесу. Прости, я немного увлеклась. В таком случае, как насчет чая? Девушка сдвинула... Ой, девушки сдвинули несколько пар, чтобы составить из них стол. Как упоминала Сайори, они расширили его таким образом, чтобы появилось одно место рядом с Моникой и одно около Сайори. Нацуки и Юри отошли в угол комнаты, где Нацуки взяла развернутый... Завернутый в фольгу поднос, а Юри открыла шкафчик. Все еще чувствуя себя неловко, я понял... Я занял место напротив Сайори. Нацуки прошла к столу, неся в ру... Так, подождите. А, все. Нацуки прошла к столу, неся в руках поднос. Итак, вы готовы? Типа, тада, типа... Тада, типа... Здорово... Я хрен его знаю... Я хрен его знаю, как это все читается. Вот вы... Поймите, я когда играл, я все читал про себя, по сути. Потому что нахрен мне это было, если я как бы не снимал видосы и все такое. Я про себя читал, я не привык читать вслух, по сути. Типа, вау! Почему мне так смешно? Честно говоря, мне его сейчас вообще трудно читать, смотря на рожу Сайори. Вот мне... Нацуки сняла фольгу с подноса и раскрыла дюжину белых кексиков, украшенных так, чтобы... Чтобы... Чтобы они походили на маленьких котиков. Усики были нарисованы глазурью, а в качестве ушек были использованы маленькие кусочки шоколада. Так мило, так мило! Нахер я это делаю, блин? Что я делаю, блин? Спасите меня! Я и не... Я и не знала, что ты так хороша в выпечке, Нацуки. Ну, теперь знаешь. Просто поторопись и возьми один. Сайори берет первой, потом Моника. Я следую их примеру. А где Юри? А вы Юри чё? Съели что ли? Вкуснятина! Говорит. Сайори говорит с полным ртом и уже умудрилась испачкать лицо в глазури. А я ещё знаю, что она умеет. Она, короче, умеет... Расщеплять этот кексик на атомы и, в общем-то, даже не открывая рот, съесть его. Не, я понимаю, конечно, что это визуально новелла и не нужно придираться к... к анимации, но... Но всё же, пошутить всё-таки хотелось. Я покрутил кекс в своих пальцах, подыскивая наиболее удачное место для укуса. Нацуки молчит. Я замечаю её кроткий взгляд, направленный на меня. Она ждёт, пока я попробую. Наконец, я кусаю. Глазурь сладкая и насыщенная. Интересно, неужели она сделала это сама? И правда неплохо. Спасибо, Нацуки. Почему ты меня благодаришь? Не то, чтобы я... Кажется, я слышал это где-то ранее. Сделала это для тебя или что-то вроде такого? Я думаю, ты, по сути, это и сделала, Сайори сказала. Ну, может быть... Ну, не для... Ну, знаешь, тебя... Бака. Вот так вот. Японский вошёл в чат, по сути. Мой японский. Не, я японский не изучаю, вообще не знаю, просто... Из-за аниме узнал. Дурак, короче. Ладно, ладно. Я сдался перед странной логикой Нацуки и прервал разговор. Юля вернулась к столу, принеся сервиз. Она аккуратно расставила чашки напротив каждого из нас, а затем поставила чайник рядом с кексами. Вы что, целый чайник сервиз в этой комнате храните? Кстати, как будет правильно читаться? Сервиз или сервиз? Я думаю, вот сервиз. Я не знаю, просто я... Безграмотный, короче. Ну, вы поняли. Не переживай, учителя дали нам разрешение. В конце концов, разве не горячая кружка чая лучше всего помогает насладиться хорошей книгой? Эээ... Наверное. Хе-хе. Не пугайся, Юрий просто старается тебя впечатлить. Эээ... Это не... Юрия обиженно отвернулась. Я хотел сказать, на самом деле, я тебе верю. Да, господи, почему тут все не договаривают? Ну, чё такие, а? Хоть чтение с чайпитием и не совсем моё хобби, но я, по крайней мере, смогу насладиться чаем. Я... А, блин. Я рада. Юрия с облегчением улыбнулась. Моника подняла брови, а затем улыбнулась мне. Итак, что ты решил по поводу литературного клуба? Эээ... Я боялся этого вопроса. Что-то подсказывает мне, что не стоит говорить Монике, что меня сюда, по сути, притащила Сайори. Что ж, я всё ещё не вступил в какой-либо клуб, и Сайори, похоже, счастлива здесь, поэтому... Всё в порядке, не стесняйся. Мы позаботимся о том, чтобы ты чувствовал себя как дома, хорошо? Мой долг как президента литературного клуба позаботиться о том, чтобы клуб был весёлым и интересным для каждого. Моника, я удивлён. Как ты вообще решил основать свой собственный клуб? Ты вполне могла бы занять одну из лидирующих должностей в любом из крупных клубов. Разве ты не была главой дискуссионного клуба в прошлом году? Ха... Ну ты знаешь, если честно, я не выношу всю эту политику вокруг крупных клубов. Такое ощущение, словно у них нет ничего, кроме споров о бюджете и работе на пу... А, и работа на публику, а также подготовки к мероприятиям. Я бы лучше предпочла заняться чем-то, что нравится лично мне, и сделать из этого что-то особенное. И если это вовлечёт других в литературу, то тогда я точно исполню эту мечту. Моника и правда прекрасный лидер. Юрий тоже кивает в согласии. Тогда я удивлён, что в клубе всё ещё так немного людей. Сложно должно быть основывать литературный клуб. Ой, литературный новый клуб, да, вот. Можно сказать и так. Не так много людей заинтересованных в прикладывании усилий, чтобы привнести что-то новое. Особенно, когда это что-то не особо привлекающее внимание, как литература. Нужно очень постараться, чтобы убедить людей в том, что это интересно и стоит того. И ведь никто с этим не поспорит. Я же говорил, как бы, то, что литературой не так много людей занимается. Это ж надо капец каким-нибудь умным человеком, по сути. И заинтересованным в этом. Но благодаря этому школьные мероприятия, как, например, фестиваль, становятся гораздо важнее. Я уверен, что мы действительно сможем развить этот клуб до того, как выпустимся. Не так ли, ребята? Да, типа, выложимся на полную, типа, ещё бы, типа, йоу, всё, типа, всё нормально, всё хорошо. Давайте здесь сохранимся. Блин. Грёбаная болезнь. Я просто заболел. Не бойтесь, это не коронавирус, это обычная ОРВИ. Всё, всё, все восторженно соглашаются. Такие разные девушки, но все заинтересованы в одной цели. Моника должна быть действительно постаралась, чтобы найти этих троих. Может быть, поэтому они так рады выступлению нового участника. Хотя, я всё ещё не знаю, смогу ли я поддерживать такой же энтузиазм насчёт литературы. Итак, Вадим, что ты любишь читать? Ну, эм... Учитывая то, как я мало прочитался последнюю пару лет, я не могу ответить на этот вопрос. Мангу. О, сейчас Нацуки, сейчас Нацуки проснётся и типа... А, чё, где? Чё, манга, что ли? А, какая манга? А, ты чё? Красавчик, вообще читаешь мангу. Я тихо бормочу себе под нос, полушутя. Нацуки резко поднимает голову. Во, я ж говорю, я ж говорю. Она сразу такая... Опа, чё, такая опомнилась, типа, очнулась, типа, всё такое. Это выглядит так, как будто она что-то хочет сказать, но молчит. Не такой уж и читатель, полагаю. Ну, это может измениться. Что я несу? Я сказал, не подумав, после того, как увидел грустную улыбку Юрии. Кстати, а что насчёт тебя, Юри? Что ж, если подумать... Юрия провела пальцем по краю своей чашки. Зачем ты это делаешь? У тебя ж палец-то грязный, палец-то грязный, на нём куча микробов. Ты чё, охренела, что ли? Ты чё, ты чё с короной заразишься, ты шо? Или чем-то похуже. Больше всего мне нравятся романы... Ой. Больше всего мне нравятся романы с проработанным и целостным фантастическим миром. Уровень мастерства и креативности, сокрытый в нём, поражает меня. И способность рассказывать хорошую историю в настолько чужом... В чужом мире в равной степени впечатляет. Юрия продолжает говорить, похо... А, Юрия продолжает говорить. Похоже, она очень страстно относится к чтению. Она оказалась такой скромной и замкнутой, когда я пришёл, но с уверенностью, можно сказать, потому, как загорелись её глаза, что... Что ей комфортнее среди книг, а не людей. Ну, знаешь, мне нравятся и многие другие вещи. Истории с глубокой психологией частенько заставляют меня нырнуть в них с головой. Разве не удивительно то, как писатель может воспользоваться нашим собственным отсутствием воображения, чтобы выбить из нас... Выбить нас из колеи. Но так или иначе, в последнее время я прочитала немало ужастиков. О, я однажды тоже читал ужастик. Я в отчаянии хватаюсь за что-то, о чём знаю хоть немного. При таком раскладе Юрия могла бы с таким же успехом вести диалог с камнем. Ну, с этим не поспоришь, реально. Серьёзно? Не ожидала подобного тебя, Юрия? От такого настолько утончённого? Полагаю, можно и так сказать. Но если история заставляет меня задуматься или затягивает меня в другой мир, тогда я действительно не могу оторваться. Сюрреалистичному хоррору частенько удаётся лучше всего заставить читателя задуматься о собственном взгляде на мир, пусть и на короткое время. Ну, ненавижу ужастики. А, почему? Ну, просто. Нацуки на долю секунды стрельнула в меня глазами. Неважно. И правда, ты ведь обычно пишешь о более миленьких вещах, не так ли, Нацуки? Что? Почему ты так подумала? Ты оставила кусочек... Спалилась, короче, она просто спалилась. Ты оставила кусочек смятой бумаги после последнего собрания клуба. Похоже на то, что ты работаешь над поэмой под названием... Спалилась, короче, она. Спалилась, всё, спалилась. Не говори об этом слух. И верни мне её. Хорошо, хорошо. Твои кексики, твои поэмы. Всё, что ты делаешь, настолько же миленько, как и ты сама. О, сейчас она капец как бомбить будет, потому что я знаю, что она ненавидит, как её миленько называют. Но, в общем-то, сейчас она скажет свою коронную фразу, я вот это вот точно помню. Сайори подкралась за спину Нацуки и закинула свои руки ей на плечи. И, во, во, ща будет. Я не миленько. Во, 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 я ж говорю. Вот, и это её коронная фраза. Нацуки, ты пишешь свою собственную поэму. Ладно, давайте на этом закончим, в общем-то. Ща, сохранимся вот здесь вот. В общем-то, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами был Вадя Раскетч. Всем удачи и всем пока, так сказать. Ща, подожди. Блин, просто я установил грёбаным бандикам. Я не знаю, тут какая горячая клавиша. А, вот, F.